Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в программе «Вместе о главном». Сегодня у нас гости из России и Израиля. Руслан Гринберг, российский экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН. Здравствуйте! Здравствуйте! И Михаил Лайтман, доктор философских наук, учёный, исследователь, каббалист, глава Международной академии Каббалы. Здравствуйте! Сегодня у нас непростая тема. Мы живём в очень сложное время. Политологи, экономисты, исследователи по-разному его характеризуют. Но все сходятся в том, что 2018 год закончился, и 2019 год собрал в себе множество негативных тенденций, множество неопределённостей. И не то, что предвестник хаоса, а раскрывает некое хаотичное состояние движения, в котором никто не знает, как идти, каково решение того кризиса, с которым мы сталкиваемся. Политологи и исследователи пишут, что за последние 30 лет редко бывало, чтобы плохие новости и тревожные тенденции сошлись так на геополитической арене. Правители многих стран становятся авторитарными и иногда жёсткими диктаторами. Крупные многосторонние институты тоже им плохо приходится. США пренебрегает ООН, вышли из ЮНЕСКО, как и Израиль. Многие правила международной жизни не соблюдаются, не обращаются внимания на границы, нарушаются договоры о контроле над вооружением, глобализация, которая прежде вытащила из бедности сотни миллионов человек, откатывается назад. «Свобода передвижения попирается, снижение торговых тарифов больше не в моде» и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы находимся, учёные говорят, сейчас в точке бифуркации. Переломил, за чертой которого непонятно, что будет. Ну, как вы считаете, почему экономические и политические элиты не могут как-то договориться между собой, они ведь всё-таки соединены вместе, не могут как-то договориться о том, чтобы сделать экономику более такой, ну, рациональной, что ли, усреднённой по среднему уровню, а не то, чтобы нищала подавляющая масса народа в каждой стране, причём это проявляется по всему миру, и только элита обогащалась, и неизвестно ради чего. Смысл такого близорукого обогащения? Золотой век капитализма с человеческим лицом прошёл. Это были 50-е, 60-е, 70-е годы. Это, собственно говоря, возник капитализм социалистического толка, что ли. Да. И очень интересно, что, как это ни парадоксально, может быть, Чаадай вправ, что вот там Россия всегда показывает пример, чего делать не надо, там другие нации, чтобы видели, а в данном случае, как раз, наоборот, что надо делать. Всё-таки при всей озверелости советской власти и дикостях, и преступлениях, всё-таки вот эта идея всеобщего равенства, она так или иначе работала. Социальные лифты и вообще такое вот как бы благосостояние для всех, грубо говоря. И, конечно же, два мира, они боролись друг с другом и должны были показывать собственно говоря, кто лучше справляется с этой задачей благосостояния для всех. И в этом смысле западная социализация капитализма была во многом, не во всём, но во многом была связана с тем, чтобы показать, что вот свободный мир. Благодаря России. Да, благодаря России. Благодаря Октябрю. Был кандидат. И капитализм был более человечным. Да, да. Потом начинаются уже спорные вещи. Для меня, например, ясно было, что это был перебор социализации, когда люди получали пособие по безработице. Причём настолько хорошее для того времени, что можно было не работать. И это, похоже, привело к тому какое-то такое, я бы сказал, разочарованию общества, что инвесторы, потенциальные инвесторы были в загоне. Только слишком большое перераспределение. Поэтому вот такие люди, как Маргарет Тэтчер, Хельмут Коль и Рональд Рейган появились. Особенно у Маргарет Тэтчер был чёткий лозунг «Да здравствует право на неравенство». То есть равенство зашло далеко. Я её называю пересоциализацией капитализма. И поэтому мир бросился в другую крайность. Больше всего мы любим бросаться, я имею в виду, Россию в ту крайность в одну или в другую. В 1917 году бросились в одну крайность, крайне левую ветвь арсенала теоретического Запада в 1991 ровно противоположную другую. Сначала справедливость без свободы, потом свобода без справедливости. Ну а мир тоже так устроен, похоже. И вот началась эра рыночного фундаментализма. Назад к Адаму Смиту. В общем, долой субсидии, долой всякие профсоюзы, расправы над профсоюзами и все, которые якобы мешают, капитализму мешают расти. Давайте возвращаться к ночному сторожу. Государство как ночной сторож. Ну, а это и привело вот к тому, о чем вы говорите, что выяснилось, что неравенство теперь зашкаливает, и это становится опасным. А что вообще экономика предполагает делать с той огромной массой безработных, которые скоро появятся? Ведь они уже и сейчас, скрытая безработица, она существует во всех секторах. Она существует, но слава Богу, что она еще пока... Что с ними делать? Она еще пока не... Еще пока роботы не заменили всех. Да, Но к этому дело идет. Похоже, что впервые... Это очень жесткая дискуссия по всему миру идет, что вообще будет. Здесь же намечается такой разлом между умниками, которые участвуют в высоких технологиях, и остальной массой. Тем более еще роботы будут вытеснять как раз тех людей, которые не нужны. И это еще хуже будет, потому что если капиталисты издевались над рабочим классом, мы знаем с 19 века, отсюда марксизм пошел, то здесь издевательство лучше, чем игнорирование. Это все-таки издевательство как какие-то отношения между людьми. Понятно, что вам не нравится, когда над вами издеваются, там эксплуатируют 16-часовой рабочий день женщины, дети. Но вы являетесь частью общества. Да, но вы как-то... А здесь вообще кто вы, что вы и как? Я вот себя ставлю на место этих ребят. мы вместе что-нибудь придумаем, чтобы это все сломать. И мне кажется, что здесь, ну, для развитого мира это очевидно. вот этот безусловный базовый доход это выход точно, потому что это коммунизм без коммунистов, без, ну, я не знаю, без доктрины, да, а просто прагматический путь. Все уничтожает, вернее, значит, отменяются всякие пенсии, всякие субсидии, стипендии. каждый получает минимальное. человечество, вот, какие-то есть опросы, я уж не знаю, они какой-то сплошной опрос, но я не верю в это до конца, но все-таки, довольны ли вы своей работой, всех рабочих мира, и как вы думаете, сколько сказал, что они, вот, получают удовольствие от работы? Я не представляю. А я вам скажу, сколько, ну, здесь по-разному говорят. Значит, обычно так, что что-то 15-17 процентов. Получают удовольствие-таки? Да. То есть, зарабатывают на увлечении, как Ларина, например, или как мы с вами. А, ведь, собственно говоря, Карен Марс что говорил? Дело не в том, чтобы эксплуатация человека-человеком закончилась, потому что это абсолютно античеловечно, а чтобы исчезло порабощающее человека разделение труда. А, безусловно, базовый доход как раз представляет такое, вдруг вы певец хороший, а вы в шахте работаете, вот сегодня вы приговорены к тому, чтобы до пенсии работать, или до смерти. А здесь поработали немножко, где-нибудь спели, кому-нибудь понравилось, вы начали заниматься, стали певцом. Я все это примитивно говорю, но на самом деле об этом очень много правильного. как вы видите роль Израиля во всем этом? Израиль это пример удивительного, так сказать, удивительной атмосферы, вот то, о чем я говорил в связи с безусловным базовым доходом. Вот как Маяковский говорил, твори, выдумывай, пробуй. вот эта атмосфера создана здесь для того, чтобы на 100% использовать интеллект людей, которые любознательные и образованные. И это, мне кажется, залог успеха. Образование, образование, еще раз образование. Вот здесь, может быть, мы с вами сходимся, потому что вы тоже к этому идете, вы говорите о перевоспитании, перевоспитании, я не думаю, что получится, это люди, мне трудно себя представить, что даже самые, это уже чокнутые, даже самые общественные, но, а вот с точки зрения того, что предоставить каждому человеку возможность для полной реализации своего потенциала, это, конечно, серьезный успех, и я думаю, Америка и Израиль в этом плане хотят несопоставимые помощи страны, но они добились здесь больших успехов, и я поэтому вижу, это пример для подражания. Мы все-таки не упираемся в ту же тему, что все-таки нам необходимо перевоспитание какое-то население. А вы что под перевоспитанием понимаете? Это вот преступников говорят так, что они в тюрьме сидят, их там перевоспитывают так, чтобы они еще хуже были. Нет, для того, чтобы все-таки человек начал выдумывать немножко поднять его повыше. А вы говорите о воспитании, об общем подъеме человека, быть человеком. Быть человеком. Это надо, знаете, мы все выпускники сиротского приюта, советские люди. И если так, я думаю, перебеситься надо. То есть можно в этот момент перебеситься. То есть мы находимся в состоянии, когда все бесятся. Ощущение, что просто все безостановочно. Что должно послужить триггером, которое приведет это хаотичное безумное состояние к какому-то руслу, который приведет к развитию общества, гармонизации, подъема, о котором вы говорите? Я вам коротко скажу, что я думаю. Я думаю, только общая угроза. Общая угроза. Это верно. Только общая угроза. Сегодня никто этого не чувствует. Это напоминает историю, если взять Тору как пример цикличности истории и развития общества, когда находился еврейский народ в Египте, и после семи сытых, тощих лет наступило десять казней. И они проходили по народу, пока он не отказался от того состояния, в котором он находился, и он может быть... Отказаться от своего эгоизма это еще такие вещи, что необходимо огромные мучения и осознание. Это вместе надо. И как Руслан Зимнез сказал, необходимо огромное мучение, и вместе с тем одни мучения ничего не дадут. Должен быть какой-то уровень образования, воспитания, широты взгляда, причину. Как бы вы охарактеризовали это состояние и выход из него? Состояние очень простое, эгоизм, то, что мы уже слышали. Ну, смотрите, а эгоизм, все-таки он должен быть какой-то приличный. Ну, приличный, правильно направлен. эгоизм человеческим лицом. Может быть такое, может быть, конечно. Вот вы говорили, Руслан Семенович, некоторое время назад, что возведение эгоизма в ранг общественного добродетеля наносит серьёзный вред этическим скрепам и социуму. Нистовость в гедонизму, консюмеризму. Скрепам? У меня таких слов нету. Ну, вот видите, вас так цитируют. Скрепам. Эгоизм вытесняет, вытесняется страдания, сочувствия, эгоизмой. Конечно. И ничего не сделали. А другая экономика, она не основана эгоизмом. И она была проэкспериментирована, она была попробована в 70 лет. И выяснилось, что это хуже. А чего не хватило вот в той экономике, которая была и в начале разговора? А не хватило утопическое. А не хватило того, потому что мы люб... Сказки... Как господин профессор говорил, что мы думали, что вот это вот всеобщий интерес человек другой. Речь шла о рождении нового человека. Частная собственность умерла и общественная. И вы заботитесь об обществе, а общество вас вознаграждает. Сейчас многие исследователи говорят о том, что общество апатично, молодежь тоже, несмотря на малое количество, которое все-таки устремлено к саморазвитию приходит к апатии, к депрессиям, потому что нет цели того построения нового человека, которому был Руслан Семенович. Какая цель должна быть, доктор Лайтман? Что это за новый человек, который мы должны, хотим, захотеть построить? Мы должны все-таки найти решение, потому что мир с каждым годом раскрывается нам все более интегральным, взаимозависимым. Нам эту взаимную зависимость не разорвать. Как бы мы не хотели, уходили бы в какие-то свои ниши, отдалялись бы друг от друга, это может закончиться только огромной войной, а если нет, то это должно все-таки заставить человечество думать, как нам существовать в единой интегральной системе. Это невозможно без все-таки немножко из того, что было, не говорю при советской власти, но в общем из того, чтобы мы научились правильно работать с нашим эгоизмом, научились бы соединяться между собою, над ним. Эгоистические связи были бы, взаимные неестественно, но поверх ним должны быть человеческие связи. Не знаю, как это назвать. И вот эта вот двусторонняя система связей, такой сэндвич, что ли, это должно быть во всем, во всех областях человеческой деятельности, и в семье, и в воспитании, в основном это воспитание, конечно. Я думаю, человечество должно будет найти. А что это за... Нам видится, по-моему, Александр Семенович согласен, что ближайшие годы нам видятся очень непростыми. Что это за новый человек? Какие ценности он должен в себе иметь, воспитывать? Есть заповеди. Достаточно. Если природа интегральна, то мы должны быть между собой интегрально взаимосвязаны. Никуда от этого нам не ест. Я бы сказал так, в продолжительстве того, что говорит профессор, что чувство меры должно быть. Но оно только у образованного человека может быть. А именно баланс между шкурными интересами и общественными. Находить балансы и всегда знать, что здесь надо выступить. Потому что в противном случае мы живем большой лотереей несчастья. Очень серьезной. И отовсюду угроза будет. Но для этого нужно объединиться, что-то думать, как-то видение какое-то. А сейчас большой дефицит этого. Мне хочется задать вопрос. Поскольку мы находимся в Израиле, мы затрагивали тему Израиля и евреев, которые стоят на гребне перемен и заражают идеей и заражают весь мир. Какой идеей могут заразить евреи, которые находятся власти или передовая группа весь мир, чтобы поднять из всего этого дисбаланса и разногласия, в котором мир находится? Они сначала должны понять, в чем их миссия на самом деле. В чем она? Вот Руслан Чеменов сказал, что это в десяти заповедях, а это в первую очередь в излюблении ближнего, а это в первую очередь воспитание. И при том оно должно быть глобальным. Вы сказали, что демократия это возможность человеку выбирать, свобода выбора. Да. Вот у меня вопрос, если может такой блиц вопрос, что для вас свобода выбора, в чем нужен выбор для человека? Во всем. В выборе сорта колбасы, от сорта колбасы до выбора правителя. Доктор Лайтман, что для вас свободы выбора, в чем должен, что должен выбирать в первую очередь человек? Я думаю, что все-таки, ну, это исходя у каждого из нас из его профессии, может быть, я считаю, что выбор у человека должен быть к тому, чтобы двигать хотя бы то общество, в котором он находится, к равновесию с природой. Мы видим, что неживая растительная и животная природа, они интегрально взаимосвязаны, хотя и находятся в огромном эгоистическом противоречии друг с другом на всех уровнях. Но надо нам сделать так, чтобы человек разумный, он стал разумным и стал интегральной частью интегральной природы. Это, опять-таки, воспитание. Я не вижу ничего хорошего в развитии человечества, если оно не сопровождается очень серьезным воспитательным процессом. А где воспитателей взять? Ну, об этом надо думать, но с этого как-то надо начинать, ведь иначе мы все превращаем только лишь в эгоистические какие-то, как сказала Эрина, скрепы. Это не ослабо цитирует Руслан Семеновича. Скажите, пожалуйста, Руслан Семенович, вы сказали, что для того, чтобы изменить общество, нужно руководствоваться самым лучшим решением выполнения 10 заповедей. Можете сказать главную самую заповедь для вас из тех 4 отношений с Богом и 6 отношений с людьми, которые есть? Нет, но я одну только скажу, может быть, это не относится к заповедям, но вот не делай другому того, чего себе не желаешь. Я думаю, это достаточно было бы. Да. Если руководствоваться просто этим одним правилом, если все время руководствоваться, то уже будет хорошо. Доктор Латин, для вас? Абсолютно согласен. Если бы в этом мы преуспели, я думаю, экономика и политика все было бы хорошо и был бы у нас хороший год. Вы сказали на нашей встрече, одной из наших встреч, что быть евреем это очень полезно, это дисциплинирует и организовывает. Да. Что вы вкладываете в это понятие, что такое полезного и ценного быть в евреи? Нет, но я не знаю, как в Израиле, я думаю, просто с учетом непростого положения евреев в других странах, это важно бы, ну и чадо-любивые мамы всегда это говорили мальчику или девочке, что ты должен еще лучше играть на скрипке, чем другие люди. А вот быть лучшим перед других? Для чего? Нет, ну даже не лучше, а просто, чтобы у тебя был кусок хлеба, чтобы ты был, значит, что ты сам бы мог добиться успеха. Быть наравне с другими ты должен быть намного лучше. Да, ты должен лучше. Что для вас, доктор Лайтман, быть евреем? И что значит быть вообще в принципе евреем? Ну, в принципе, я действительно посвятил жизнь тому, чтобы ответить на этот вопрос. Что значит еврей и народ, и его идеология, его происхождения. Быть евреем это значит считать, что ты обязан распространить в мире идею о возлюбии ближнего. Это самое главное. Вы также упоминали, Руслан Симонович, что вы хотели, чтобы ваш внук и внучка знали, что они евреи. Почему? Ну, во-первых, все-таки это уважение как бы к предкам. А во-вторых, то, что мы уже только что сейчас обсуждали, что это дисциплинирует. И это как бы ну и потом все-таки гордость тоже имеет значение. А евреям есть чем гордиться. Я не люблю, когда говорят, что вот вообще многие русские люди, они ненормально относятся к евреям. Не в том смысле, что не любят, а как-то нету такого, ну, как бы сказать, обыденного, нормального отношения как к человеку. Значит, это либо плохо, либо какое-то истерическое такое воспевание, что ли. что важно передать вашему внукам, что значит быть евреем. И почему важно сохранять это еврейство, когда вокруг такое давление. Это наша историческая миссия, от нее никуда не денешься. Мы как принесли в этот мир теорию о возлюбии ближнего, методику, мы должны ее реализовать. Никуда не денешься. И в первую очередь сами реализовать. Только в той мире, в которой мы ее реализуем, насколько мир даже не осознает, что он питается от нас, он это получит от нас. Если бы у нас это было внутри народа, это постепенно бы просочилось бы в мир. А вы можете возлюбить ближнего такое очень серьезное правило? Мы говорили с коллегами. Не возлюби, но считать, как мы уже говорили об этом, понимать, что весь мир это интегральная система. Тогда у меня завершающий вопрос. Скажите, пожалуйста, Шулт Семенович, доктор Лайтман, мы находимся уже в 2019 году, который полный неопределенности, хаоса и некого все равно движения вперед. Какой вы подвели бы итог и пожелания всем зрителям, к чему нужно стремиться, на что опираться, чтобы не только прожить этот год достойно, успешно самому и своей семье, но чтобы сдвинуть его немножко к благоприятному исходу? Ну, я не знаю, что сказать. Очень много можно сказать, но я бы сказал так, что жизнь коротка и, в общем-то, проблемы и вызовы, которые перед человечеством стоят, они все больше растут, они возрастают. ответы на них не найдены. И потому, что в моем представлении главная причина это тотальное отсутствие доверия. И я бы пожелал элитам политическим стремиться к тому, чтобы восстановить доверие. Можно со многими вещами не соглашаться, но найти... Ну, я бы сказал так же так, вот эти 10 заповедей, это мы знаем, но найти вот японец, нигериец, русский, американец, еврей. Мы живем в одной большой деревне, уже все, вот как говорил профессор Ланцов. И здесь ничего не сделаешь уже, и поэтому в нем нужны какие-то правила, чтобы друг друга не придушить. И должны быть правила, которым все должны следовать. Вот все должны следовать. Значит, где-то уступить, где-то бороться за свою правоту, но ясно, что на основе компромисса должны быть какой-то этический консенсус должен быть, этический консенсус для всех народов и религий. как бы банально это ни звучало. И стремиться к выполнению этих вот правил, этих заветов, что ли. Но экономика является какой-то сеткой связи между людьми. Она не диктует, какая должна быть еще надстройка над ней? Я думаю, понимаете, необходимая. Я не очень понимаю, вот есть некоторые тренды, о которых говорят много ученых, экономистов, что якобы, это было бы здорово, якобы, реальность такова, что кооперация, вот о чем вы говорите, кооперативное поведение вытесняет поднемножку конкуренцию. И плюс вот мой замечательный безусловный базовый доход. Да. Как дополнение. Как дополнение к этому. Каббала говорит об этом. Да? Да, она говорит об этом абсолютно четко. Я здесь не эксперт по этому вопросу. Нет, нет, это написано было еще более ста лет назад. Доктор Лайтман, Руслан Семенович, хотел бы обратиться с вопросом к доктору Лайтману последнего. У нас осталось две минуты. Ваше пожелание, решение на 2019 год, что нужно сделать, чтобы пройти... только осознать, что мы взаимно связаны, что мы находимся в такой взаимосвязи, что нам необходимо найти правильные скрепы на всех уровнях. Спасибо большое, спасибо большое, дорогие друзья, мы были с вами в передаче «Вместе о главном». Оставайтесь с нами, до новых встреч. «Вместе»